Мы снова с вами «Твое утро» продолжается. Нургуль Салим и Алибек Рзабаев в студии программы «Твое утро» открывают наш следующий получас. Сегодня наша тема звучит так, сделана с душой, обещали вам до информационного блока, что познакомим с актюбинским ювелиром, который стал известен за границей благодаря своим украшениям. Это так? Это так. Это Булат Атраубаев, ювелир, участник международных выставок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Булат. В очередной раз рады видеть вас в нашей студии. Как ваше настроение? С каким настроением вы пришли к нам? Как всегда, позитивные, только вперед и бодрые. Это правильно. К нам только с позитивным настроением. Мы всем-всем-всем дарим это настроение. В феврале вы посетили сразу две выставки, одна из которых прошла в Кювете. Расскажите, пожалуйста, о своем участии. Как вы туда попали, сколько вы там были и вообще сколько было участников? Да, в этом плане мне здорово повезло, что мы прошли отбор. До Нового года был конкурс «Отбор работ». Мы отправили, отправлялись фотографии работ, портфолио, полностью информацию о себе, от каждого мастера. Ну, потом, под Новый год мне сказали, что я прошел отбор. И потом готовился, готовился. Ну, до Нового года уже готовился. Большую коллекцию готовил. И пришлось принять участие. Как бы радостно было то, что я прошел. Все-таки пришлось или радостно было? Не, радостно, конечно, не так выразился. Радостно было увидеть новых друзей и предыдущих, с которыми мы знакомились на выставках. И вообще отличный уровень был, высокий уровень. Вот наши телезрители прямо сейчас могут видеть фотографии с этой выставки. Вот прокомментируйте. Там, получается, вы были в национальном костюме. Этнические украшения были наши. Сколько было участников? С каких стран? Да, в этом плане всегда я, когда международные выставки меня приглашают, я всегда национальный костюм одеваю. И стран там было 35 стран Азии. Исламские государства, там был акцент именно развития ремесел каждого народа. И я, как народный мастер, именно с своей продукцией поехал. Там узбеки были, татары были из постсоветских стран, таджики были. Каждой страны был один представитель. То есть вы из всех представителей Казахстана? Именно были этнические, национальные украшения. Да, в этом плане. У многих мастеров были работы не ювелирные, сделанные из металла. Там акцент был именно изделий из металла. Серебро, латунь, медь, золото в этом плане. В основном шло серебро. И в азиатских странах много используется медь и латунь тоже. Они доступны материалы, и в то же время для работы, для мастеров она очень удобна. Посуды были сделаны из самовара, были подносы разные. Именно в этом плане все связано с тем, что мастера, можно сказать, металлисты, которые работают металлом. Булата, вы представляли Казахстан только сами, или из Казахстана, из других областей тоже были участники? Ну, из Казахстана я был один. Не знаю, там мастеров, конечно, у нас много, в Алмате много мастеров, в Астане много мастеров, достаточно высокого уровня. Ну, мне посчастливилось. Я знаю, что после жесткого отбора работы Булата были выбраны по фотографиям, также по мастерству изделия. Ну, как вы выполняете его? Наверняка они все это запрашивали, ваши анкеты. И благодаря этому вы смогли пройти жесткий конкурс? Ну, я думаю, одна из критерий, то, что я больше не в коммерческом плане работаю в моей продукции. То есть я больше как бы исследовательски подхожу, изучаю каждую работу, смотрю, как раньше делали. Я помимо того, что делаю, коллекционирую работу старинных мастеров нашей области, западной Казахстана. Она всегда отличалась именно массивностью, монументальностью, интерес был такой живой. Поэтому, может быть, одна из таких критерий была, то, что я больше исследую исторические данные, и по ним я делаю свои работы. Ну, более подробно о том, как за границей воспринимали наши этнические национальные украшения, поговорим сразу после рекламы. Уважаемые телезрители, не переключайте. Программа «Твой утро» продолжается. Мы напоминаем, что у нас в гостях Булата Траубаев, ювелир, участник международных выставок. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Булата, говорили мы, что вы побывали недавно в Кувейте со своими работами, что выставка прошла действительно на высоком уровне. Расскажите, как принимают казахстанцев за рубежом? Вообще, мне вот кувейцы, арабы, они понравились именно гостеприимством. Хотя в СМИ там видим, что-то происходит. В этом плане мы даже особо как-то даже атмосферы этого не чувствовали. Было все доброжелательно, красиво. В пятницу у них выходной, жмана Амазония проходит. И в этот момент мы как раз все участники по городу, мы экскурсии ездили по районам, смотрели торговые центры, базар, все такое смотрели. И нам понравилось. Исторические места посетили. Вдохновленные приехали. Все мастера такие довольные, радостные. Уровень был высокий, там, с питанием, с гостиницей он тоже был высок. Ну, только что наши телезрители видели, вот, замечательно, это награда или что это? Или это за участие подарок? Да, это очень такой для меня очень дорогой подарок, именно со стороны организаторов. Это для всех участников, которые прошли отбор, посчастливилось принять участие. И нам шейх как раз и он вручал, вот, лично каждому участнику он вручал. Потом у каждого мастера они свой фонд приобретали. Именно этническое, классическое какое-то изделие себе в фонд. Ну, естественно, за оплату мы там, хотя все условия они нам создали. Тем не менее, в этом плане очень гостеприимно. А как воспринимали наше национальное украшение? Был ли ажиотаж, приобретали ли их? Ну, тоже хороший вопрос. Я думал, этнический, я думал, только этническим интересно. Но в то же время, когда я там уже принимал участие, ко мне был живой интерес. Как со стороны местных жителей, так и со стороны гостей. Именно вот наш стиль, он всегда отличается, гроза бросается массивностью, монументальностью, интересом. Живой интерес был и в этом плане, и параллельно была реализация. А для себя вы отметили участника из какой стороны? Ну, какие ювелирные изделия вам понравились? Наверняка, вы как мастер, вы кого-то, да, отметили и посчитали его действительно искусство тоже. Ну, достаточно уровень любого мастера, который там принимал участие, высокий был. Мне много чего стоило там поучиться. Именно искусство филиграни были. Потом чеканки были мастеры. Там смотришь работу вот так вот, можно сказать, что это сделано на автоматике, на компьютере. Все это, когда я видел, мастера сами работали, условия были показывать мастер-классы. И мы ходили, смотрели друг от друга. Уровень высокий. У меня прям был такой живой интерес, именно уровень их мастерства. Потому что это мастерство, как я понял, у многих мастеров передается от деда к отцу, от отца к сыну в этом плане. Ну, приемственно. Причем у вас, насколько мы знаем, семейная традиция. У меня тоже дед был мастером, но не ювелир, но мастером он работал народным мастером. И материнская линия в этом плане, в крови тоже есть какой-то определенный уровень. А чем отличается вот уровень, скажем так, наверное, распространенности этих вещей? Потому что я знаю, что за рубежом, там, если идет с поколения в поколение, у них есть целые мастерские, где люди работают и работают на туристов в основном, на изготовление изделий, чтобы привлечь каким-то образом туристов. Потому что очень-очень нравятся наши изделия иностранцам, насколько я знаю, сколько раз. И наши национальные одежды, как и наши национальные украшения. Даже брать соседнюю страну, Узбекистан, там мастера очень высокого уровня. Искусство керамики, искусство зергеров, искусство резьбы под деревом, мозаика, вообще уровень высокий. Вот, допустим, мы как бы считали искусство мозаики в Иране. Когда мы в Иране были в прошлом году, узбекистанцы заняли первое место, там был конкурс, они взяли первое место. Там еще гонорар был приличный для них. В этом плане живой интерес именно со стороны туристов всегда что-то взять памятное для каждого. Именно со своим национальным колоритом? Да. Ну, я думаю, в нашем Казахстане будет развиваться искусство именно в национальном стиле, потому что, я думаю, с каждым годом все улучшается. Да, в этом плане даже если брать Казахстан, мы уже с 2006 года организовали союз ремесленников, и в этом плане тоже наши казахстанские мастера выезжают, и что радует молодежь, живой интерес, и выезжать за рубеж. Ну, насколько мы знаем, вам предстоят еще впереди выставки международные, наши, республиканские. Желаем вам в этих выставках удачи, и, наверное, чтобы наши национальные украшения представляли нашу страну на высшем уровне. Спасибо вам большое, что этим утром вы были вместе. Спасибо, удачи вам, чтобы все у нас и у вас было сделано с душой. Дорогие активисты, не переключайтесь, нас ожидают еще много интересного. Сейчас реклама. Продолжение следует...